Всем привет! Сегодня у нас на ремонте вот такая аккумуляторная батарея фирмы WORX. Этот аккумулятор от газонокосилки. Мне его прислал мой подписчик из Москвы. Жалуется на то, что батарея утратила свою ёмкость уже и надолго её не хватает. Ну и прислал так. Получится, получится, не получится. Ну и значит не получилось. Давайте откроем, посмотрим. Но для начала посмотрим всё вместе. Так, это у нас зарядное устройство. Это у нас такой переходничок. Я предполагаю, что тут у нас должна быть ещё плата заряда и балансира. Вот именно здесь. Давайте откроем, посмотрим, как он устроен. Да, так и есть. Внутри мы видим вот такую платку. И там есть какой-то микроконтроллер. То есть очевидно, что это у нас балансировка, ну и также контроль заряда. Так, ну и переходим собственно к нашей батарее. Для этого нужно поменять насадочку. Здесь у нас T10. Так, ага, сеточка, чтобы пыль не попадала. И вот наши аккумуляторы. Здесь их пять штук. Производитель Samsung. Но Samsung делает хорошие банки. Здесь мы видим ещё предохранитель на 50 ампер. Достаточно мощный. Таким образом. О, вон наша кнопочка. Видим разъёмчик. Основное питание у нас идёт вот на вот этих крайних и центральное предназначенное для балансировки. Также мы видим какую-то плату, залитую белым герметиком. Типа силикона. Силиконовый герметик. Тоже там микроконтроллер стоит какой-то. И шунт. То есть эта платка у нас ещё и измеряет ток, который идёт через неё. Также мы видим вот здесь термодатчик. То есть защита от перегрева здесь тоже есть. Так, давайте посмотрим где у неё плюс, где минус. Вот это судя по всему минус, потому что тут даже подписано. А это у нас значит должен быть плюс. Так и есть. Так, отключать батарейки банки нужно начиная с минуса. То есть отпаиваем вот этот. Затем вот этот чёрный. Потом отпаиваем вот этот чёрный. Затем вот этот красный. Вот этот красный. И только потом мы отпаиваем плюсовую шину. Как обычно я использую сплав вода. Потому что контакты здесь у нас довольно массивные. Припой тугоплавкий. Бессвинцовый. Так, ну вот мы отпаяли платку. Теперь осталось только разобрать. Так, и для того чтобы разобрать, вот здесь мы сейчас эти перемычки нам необходимо их разрезать. И вот мы с вами получили вот такие вот отдельные баночки. INR 18650. Кстати, INR означает то, что аккумуляторы могут отдать большой ток. Сейчас я их протестирую вот таким вот зарядным устройством. Которое умеет тестировать литиевые аккумуляторы. И посмотрим, что она нам покажет. Итак, закончил я тестировать аккумуляторы. И что хочу сказать. Аккумуляторы, конечно, уже всё. Нормальная их ёмкость должна быть 1500 миллиампер. Здесь мы видим 1377. Что меньше то горит уже его деградации. То есть долго он всё равно не проработает. Здесь у нас чуть получше, но всё равно он деградирован. И этот где-то также. Но самое интересное вот этот. Всего 7 миллиампер. То есть эта банка вообще мёртвая. Полностью убита. И вот этот я протестировал отдельно. Он нам показал 612 миллиампер. То есть две банки полностью убитых и три банки уже наполовину, считайте, убиты. Конечно, можно купить новые банки вместо вот этих. Но надо менять сразу все пять. Если я заменю только две, толку не будет. Всё равно он долго работать не будет. И вот по деньгам. По деньгам это будет дороже, чем купить такую батарейку на алиэкспрессе. Они есть. Если покупать одну штуку, там она сейчас стоит 1700 рублей. Если покупать две штуки, то они выйдут по 1500 рублей. Если мы будем покупать банки, то это обойдется он минимум 2000 рублей. При этом надо еще все это дело паять, собирать. В общем, как-то так. Поэтому восстанавливать этот аккумулятор экономически нецелесообразно. Намного проще и дешевле просто купить новый аккумулятор такой в сборе и не мучиться. Ссылочку на новый аккумулятор я оставлю внизу под видео. В принципе, на этом все. Я с вами прощаюсь. Теперь вы знаете, как устроен вот такой вот аккумулятор от WORX. И стоит ли его ремонтировать или нет. Всем пока. До новых встреч. Увидимся.